МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в это волшебное время ожили все ее игрушки и даже новогодняя елка. Вместе стали будить свою хозяйку, но безрезультатно. Наши персонажи были маленькие, спокойненькие, которые верили Деда Мороза, рассказывали стишки. Роли плюшевых животных исполнили самые маленькие артисты театрального коллектива. ПЕСНЯ Как рассказал автор пьесы, художественный руководитель театра и исполнительница роли новогодней елки Ксения Князева, в этом году спектакль решили сделать интерактивным, чтобы зрители вместе с артистами могли стать участниками сказки. Мы старались вставлять какие-то танцы, развлечения, чтобы дети могли с нами участвовать в спектакле. То есть дети как будто сами были куклами, игрушками, которые вот играют и одновременно участвуют в нашем спектакле. У меня здесь и старшая группа, и малыши, которыми я там первый-второй год занимаются. Вот для малышей это был первый выход их на большую сцену. Я надеюсь, что им понравилось, и они попробовали себя поработать со зрителем. Самые забавные герои спектакля – веселые пингвины. Их сыграли Екатерина Сидельникова и Ульяна Грушина. Девочки чуть больше года занимаются в театральной студии. Подготовка шла довольно легко. Нам очень понравилось участвовать в этом спектакле. Да, мы танцевали, мы забавляли детей. Это была наша роль такая. Мы были в роли аниматоров. Помог разбудить главную героиню только Дедушка Мороз. Главный зимний волшебник подарил Софи подарок. Именно тот, о котором она мечтала. Спектакль стал отчетной работой юных участников Твида и изрядил новогодним настроением не только актеров, но и зрителей волшебной сказки.